Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Носители этого имени, способные нажить себе злейших врагов, часто являются причиной ссор и скандала. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Носителю имени не придется заставлять трудиться. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. От душевного мятежа многие приходят к религии. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Звук К в имени твердой и колки при звучании настораживает, вызывает напряжение. Человек, сгласный Я в имени, может наслаждаться собственными мыслями. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.